Всем привет! Меня зовут Щербак Илья. Я руководитель команды базы данных и инфраструктуры ВКонтакте. Команда базы данных и инфраструктуры занимается разработкой базы данных и инфраструктуры. Что это значит? Это значит, что все пользовательские данные, которые попадают нам на сайт, фотографии, посты на стене, друзья, заявки друзей и прочее, 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 хранятся в наших специально разработанных движках, в наших базах данных, где используется концепт, что вычислитель находится рядом с данными. Также есть направление инфраструктуры, которое обеспечивает доступ к этим базам данных, развивает сеть CDN, развивает систему мониторинга и другие сервисы, которые необходимы для функционирования большого проекта, большой сети, такой как ВКонтакте. Также стоит отметить широкий опыт инфраструктурной части команды, которая собрала в себе и опыт, и знания практически, как делать инфраструктуру в таких больших сетях. Из последнего, что вы делали крутого, это на самом деле сложно выделить одну из вещей, поскольку было сделано действительно многое в разных командах. Например, одной из таких штук является новая система метрик для сбора и отображения метрик. Она называется Stats House, которая не имеет аналогов на рынке по своим показателям, как Performance, так и тому функционалу, который она предоставляет. Также стоит сказать про КВИК протокол. Был поддержан на нашем CDN протокол КВИК, который обеспечивает доставку, быструю доставку данных конечным пользователям. Этим всем мы тоже занимаемся, любим сложные задачи, перекладывать байты. Это все про нашу команду. Сейчас используется 10 тысяч серверов, на которых крутятся наши базы данных, на которых крутится наш бэкэнд, и в этих масштабах экономия даже 5% CPU или потребляемой памяти выливается в огромные цифры. Поэтому мы продолжаем развивать наши технологии, делать оптимизации, идти в сторону высокой отказоустойчивости, маленьких задержек и экономии железа. Это тоже является важной целью нашей команды. Я бы мог предложить тем, кто хочет присоединиться к команде ВКонтакте, к команде баз данных, уникальная возможность поработать над высоконагруженным бэкэндом, высоконагруженными базами данных, развивать их, заниматься интересными вещами, связанными с репликацией, с отказоустойчивостью, с оптимизацией протоколов и внутренних вещей, направленных на оптимизацию хранения, слоя хранения, слоя отдачи информации и другие-другие технические хардовые задачи. Если говорить про ключевые слова, которые нам интересны, то это будут программирование на C++, знание алгоритмов, структуру данных, построение распределенных систем, оптимизация, системное программирование. Всем этим у нас можно приходить, заниматься круто, интересно, задач больше, чем людей. На самом деле мы рассматриваем суперширокий класс людей, и мы не ограничены только бэкэндом. Прежде всего мы целимся на то, чтобы найти сильных профессионалов, возможно, даже в смежных областях, будь то игровые движки, физические движки, написание виртуальных машин или любой другой технически сложный проект. Процесс собеседования занимает обычно три этапа. Я вкратце расскажу, что это за этапы. Первый этап – это, скажем так, техническое знакомство, где мы проверяем базовые знания о операционных системах. В целом разговариваем немного про Computer Science. На втором этапе мы традиционно пишем код. Это небольшая задачка, одна или две. Дальше мы разбираем, как она была написана, смотрим, как она работает, и можно ли сделать оптимальнее. И дальше оцениваем качество кода. И третий этап – это финал. Он несколько похож на первый этап, за исключением того, что он обычно уже проводится с другим руководителем, не с нанимающим, а со скипом. И на котором также есть технический блок технических вопросов и есть блок про behavioral в части. Хотел бы дать небольшое напутствие тем, кто будет пытаться проходить собеседование в нашу команду. Прежде всего, это интерес к технологиям, это чтение интересных технических статей. Порешайте задачек на лид-коде или на код-форсус. Я думаю, если вам действительно интересно заниматься подобными вещами, то мы найдем, о чем с вами поговорить. И, конечно, не волнуйтесь. Приходите с целью хорошо провести время и поговорить с сильными профессионалами о интересных вещах. Я думаю, мы с вами найдем общий язык. Продолжение следует...